Да, это говорил Владимир Александрович Зеленский, который хочет с Путиным общаться, решать проблемы, но не звонит ему по той причине, что нет предмета для разговора. И Кремль ему, Владимир Александрович, вы должны продемонстрировать готовность улучшать отношения с нами. Я как раз сегодня у Пескова спрашивал, как это так. Вроде все хотят поговорить, вы что, ждете, кто будет первый? Вы, а россияне в этом плане, они просто, ну, это, я не знаю, задорно в 2-0. Потому что они говорят, что вот Украина не демонстрирует заинтересованности улучшать отношения с Россией и выполнять Минские соглашения. А я вот думаю, ну, согласись, Влад, они что нам говорят? У нас внутриукраинский конфликт. Ну, раз он внутриукраинский, то какого хрена вы... В одну корзину уложите отношения между Украиной и Россией и вопрос Донбасса. Раз там вас нет на Донбассе, то вы не должны как бы ставить здесь знак равенства. Ну, это понятно. То есть на российском направлении все прогнозировано закончилось ничем. И это не беда Зеленского, который не может с русскими договориться. С русскими ни один украинский президент договориться не сможет. И Медведчук не сможет договориться. Тот, кто не верит, смотри на Додона. Додон тут говорит, что я уколю на себя русскую вакцину, Красная площадь, Путин. Наш президент, весь этот бред. Вот он ушел с должности президента Молдовы. Что с Приднестровьем? А ничего. И в нашем случае будет точно такая же ситуация. Просто хотелось бы, чтобы нашим гражданам не форматировали регулярно мозги в части вопросов войны и мира. Что, мол, есть какие-то простые решения. Что это какие-то олигархи с кем-то там поссорились. Что это можно разрулить. Нет, это разрулить нельзя. Потому что это внешняя политика России, которая рассматривает войну на Донбассе как рычаг давления на официальный Киев. И срать они хотели на этих бедных донбассян. Прости, Господи, за это слово. Потому что, согласись, это же крутяк, да? Они говорят, что вот Зеленский скотина не хочет покупать вакцину, но они же не поставляют даже на оккупированной территории ее, согласись, да? Ну, так. То есть, там, где русский флаг, там они уже о русских и русскоязычных не беспокоятся. То есть, мало того, что их там ограбили всех. В прямом смысле этого слова людей с этих территорий. Так вот, и вот вакцина. Вот это кристальное отношение российского государства к захваченным территориям. Я думаю, вот как-то так я это все вижу.